Пулемет в консервной банке. Контейнеры длительного хранения от Спрингфилджского арсенала. По окончании Второй мировой войны у Соединенных Штатов остались чудовищные количества разнообразного военного имущества. Сокращение армии до требований мирного времени приводило к высвобождению материальной части, которую нужно было куда-то девать. Армия продавала или просто раздавала имущество союзникам, пускала на переработку или отправляла на хранение. Специально для длительного хранения стрелкового оружия имеющихся моделей в Спрингфилджском арсенале разработали особые контейнеры. В 1945 году американское командование разумно решило, что в будущем сокращенная армия не понадобится большая часть имеющегося стрелкового оружия, и этим имуществом не стоит занимать место на складах. С другой стороны, все ждали начала новой войны, и вооружение могло понадобиться в любой момент. В связи с этим Спрингфилдский арсенал получил особые задания. Ему предстояло разработать новый способ длительного хранения временно ненужного стрелкового оружия. Этот способ должен был обеспечить хранение оружия без какого-либо обслуживания, но с возможностью максимально быстрого его возвращения в строй. Контейнер для винтовок Поставленную задачу решили в 1946-47 годах. Арсенал разработал специальные металлические контейнеры, пригодные для хранения нескольких единиц оружия. По своей сути, это были привычные консервные банки увеличенного размера. За счет разного внутреннего оснащения такие контейнеры могли использоваться с вооружением всех основных типов. Контейнеры и внутренние вставки имели простейшую конструкцию, однако их подготовка к хранению отличалась определенной сложностью. Зато выполнение всех инструкций позволяло хранить оружие в течение многих лет. Контейнеры и его содержимое Контейнер от Спрингфилдского арсенала представлял собой металлическую бочку заданных габаритов. Так, контейнер для винтовок M1 Garand имел высоту 47 дюймов, 1,2 метра, и диаметр 15,875 дюйма, 403 миллиметра. Для пистолетов предназначались менее высокие банки, а пулеметы предлагалось хранить в длинных и узких контейнерах. Контейнер для винтовок и его содержимое На фото слева показаны удерживающие устройства и сама консервная банка. Цилиндрическая стенка контейнера выполнялась штамповкой из металлического листа и сваривалась по стыку. На ней имелись поперечные ребра жесткости. На торцах предусматривались бортики для крышек. Крышки также были штампованными и должны были привариваться к стенке. Новое изделие предлагалось выполнять из стального или алюминиевого листа. Алюминиевые контейнеры предназначались для крупнокалиберных пулеметов, стальные и для прочего оружия. Внутрь контейнера следовало устанавливать удерживающие устройства для оружия. Существовало несколько типов таких устройств, предназначенных для разного груза. Самым простым было устройство для винтовок или карабинов. Оно состояло из двух металлических дисков, соединенных вертикальным прутом-стойкой. На последнем закреплялись два фигурных держателя с прорезями для установки оружия. Такое удерживающее устройство также дополнялось несколькими ремнями, охватывавшими нагрузку снаружи. Разрезанный макет контейнера с пулеметом. Устройство этого типа могло использоваться с винтовками, изделиями семейства, а также с автоматическими винтовками. Самозарядные винтовки и карабины, отличавшиеся небольшим сечением, помещались в контейнер в количестве 10 штук. Половина устанавливалась на держателях вертикально стволом вверх, еще пять единиц ставились дулом вниз. Затем их охватывали пары ремней. Более крупные винтовки хранились по пять штук, все в одном положении. Вместе с оружием в контейнеры следовало помещать все необходимые принадлежности. Крупнокалиберный пулемет по понятным причинам, полностью занимал один контейнер. Перед упаковкой с него следовало снять ствол, после чего разобранное оружие закреплялось в особо удерживающей системе на основе дисков обои. Станок для пулемета, при его наличии, хранился отдельно. Интересное удерживающее устройство разработали для хранения пистолетов. В этом случае внутри контейнера последовательно укладывалось 10 штампованных дисков, каждый из которых имел фигурный ложемент для двух пистолетов и двух магазинов, еще два находились в рукоятках оружия. Пистолеты и магазины помещались максимально близко и укладывались в сечение контейнера. Контейнер для кольтов вмещал 10 дисков, 20 пистолетов и 40 магазинов. Пустое пространство в центре контейнера, между пистолетами, можно было занять различными принадлежностями. Для открывания контейнеров разработали специальное устройство. Агрегат массой почти 14 килограммов представлял собой увеличенную версию бытового консервного ножа с вращающимся колесом. Использовался ручной привод с передачей на два вращающихся колеса. Прочность ножа была достаточна для резки крышек контейнеров. Открывалка могла использоваться в переносном виде или устанавливаться на какую-либо платформу. Процесс консервации. Перед консервацией стрелковое оружие следовало очистить при помощи любого разрешенного растворителя. Затем его требовалось покрыть защитным составом AXS-1759, предотвращающим коррозию. Кленка антикоррозийного состава позволяла защитить металлические детали, а также упростить и ускорить процесс расконсервации. После этого оружие следовало покрыть консервирующей смазкой. В ходе испытаний контейнер помят, но сохраняет герметичность. Подготовленное оружие устанавливалось на держатели и, при необходимости, закреплялось ремнями. Также на удерживающих устройствах закреплялись магазины, штатные ремни для переноски и другие принадлежности. В контейнер также помещались и жестко крепились металлические банки с несколькими фунтами силикогеля, призванного удалять из воздуха влагу. Удерживающее устройство с оружием помещалось в контейнер в требуемом положении и практически без зазоров. Перемещение устройства и оружия исключалось для сохранности содержимого. Далее на своем месте при помощи кислородной ацетиленовой сварки закреплялась верхняя крышка. После установки крышки проверялась герметичность. Для этого контейнер помещали в воду с температурой 180 градусов Фаренгейта, 82 градуса Цельсия. Горячая вода заставляла воздух в контейнере расширяться и создавать избыточное давление. Некачественная сварка проявляла себя пузырьками. При необходимости контейнер проваривали снова. Результат испытаний одного из контейнеров. Банка с силикогелем сорвана, справа, повреждена одна из винтовок. Затем проводилась покраска, также предназначавшаяся для защиты контейнера и оружия. Поверхность контейнера обезжиривали паром, затем фосфатировали и сушили. После этого стальные контейнеры красили. На них наносились два слоя эмали цвета олива. Каждый слой запекался инфракрасными лампами в течение 5 минут, после чего осуществлялось 10-минутное остужение. Такой режим нагрева и остывания позволял исключить перегрев содержимого и создание давления, способного прорвать сварные живы. Алюминиевые контейнеры оставались некрашенными. По завершении обработки на боковой поверхности по трафаретам наносилась информация о содержимом, месте и дате упаковки и т.д. Испытания и серия. В 1947 году Спрингфилдский арсенал изготовил опытную партию контейнеров, предназначенных для всесторонних испытаний. Проверялись изделия с внутренними вставками под разное оружие. Контейнеры испытывали с винтовками, пистолетами и пулеметами, что позволяло изучить их свойства во всех условиях. Заполненные контейнеры трясли, имитируя погрузочно-разгрузочные работы. Их храняли с высоты 4 фото, 1,2 метра, под разными углами на разные поверхности, а также подвергали другим внешним воздействиям. Также контейнеры помещали в барокамеру и понижали давление, имитируя перевозку в негерметичной кабине военно-транспортного самолета. После таких издевательств контейнеры несли множественные сколы и вмятины, но сохраняли герметичность. Вскрытие и проверка контейнера с винтовками. Вскрыв бочки, испытатели обнаружили целое и работоспособное оружие. Лишь в одном контейнере металлическая банка с силикогилем сорвалась с креплений и помяла деревянные детали винтовок. По результатам таких проверок, контейнеры Спрингфилдского арсенала рекомендовали к производству и эксплуатации. Консервация оружия с использованием новых средств началась в том же 1947 году и продолжалась несколько следующих лет. Армия планировала отправить на хранение несколько сотен тысяч единиц оружия, и для этого требовалось немало времени. Необходимые работы осуществлялись всеми основными арсеналами США. По известным данным, в 1948 году законсервировали 87,3 тысячи винтовок, а в 1949 в контейнеры поместили более 220 тысяч таких изделий, не считая оружия других моделей. Контейнеры с оружием распределялись между различными армейскими складами. Обычно их хранили те же соединения, которым предстояло использовать вооружение в случае войны. В процессе извлечения карабинов М1 весной 1959 года Спрингфилдский арсенал вскрыл несколько контейнеров с разным оружием для проверки состояния последнего. Оружие пробыло в упаковке 12 лет, и после этого можно было сделать выводы о реальных возможностях оригинального способа хранения. Оказалось, что все образцы сохраняют хорошее состояние и после недолгой подготовки могут возвращаться к службе. Оружие не имело никаких механических повреждений, на нем отсутствовала ржавчина или плесень. Любопытно, что несколько сотрудников арсенала, участвовавших во вскрытии и проверке контейнеров, в прошлом внесли свой вклад в их разработку или подготовку к хранению. Сохранение на утилизацию Согласно разным источникам, контейнеры Спрингфилдского арсенала использовались в течение нескольких десятилетий. После этого от них отказались по самым банальным причинам. Армия постепенно снимала с вооружения устаревшие образцы наподобие M1 Garand и M1 Carbine. Параллельно осуществлялись различные поставки оружия из наличия на складах. Пистолеты, винтовки и пулеметы извлекались из контейнеров и отправлялись за рубеж, в музеи, на гражданский рынок или на переплавку. Консервная банка с винтовками Ба! Как минимум, подавляющее большинство контейнеров после вскрытия утилизировали за ненадобностью, нередко вместе с содержимым. Несколько таких изделий сохранилось, а теперь входят в экспозиции американских музеев. Прежде всего, контейнеры из Тюмузея при Спрингфилдском арсенале. По разным оценкам, отдельные контейнеры все еще могут оставаться на армейских складах, но такие предположения, по всей видимости, не соответствуют действительности. По-видимому, некоторое количество контейнеров могло попасть в частные коллекции, однако только во вскрытом виде. Согласно американским законам, контейнер с оружием целиком нельзя продать частному лицу. Необходимо оформление документов на каждую единицу, для чего следует вскрыть контейнер. Естественно, это резко сокращает его коллекционную ценность. Оригинальное решение с применением герметичных металлических контейнеров было предложено в связи с резким сокращением армии и ее активных арсеналов. Со временем вооруженные силы США избавились от излишков военной продукции, накопленных по результатам Второй мировой войны, а новые арсеналы формировались с учетом актуальных требований. Нужда в специальных контейнерах длительного хранения пропала. На протяжении нескольких последних десятилетий американская армия использует герметичные контейнеры только для хранения боеприпасов, тогда как оружие обходится более традиционными укупорками. Консервные банки для стрелкового оружия ушли в прошлое. Консервные банки для стрелкового оружия